Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о своей ситуации на фронте и об успехах в СССР. Действительно, успехи есть. И вчера День штаб сообщил, вчера, кстати, был День пехоты. Поздравляю пехоту, всех пехотинцев с этим праздником. И, кстати, отдельно хочу поздравить всем бригад. Получили винову вид знаку президента, какая дается часты нам Збройных Сил, в том числе 28-я. Это бригада нашей имени лыцарев зимового похода. Витаю наших героев! Ну и они поздравили всю страну тем, что осуществили контрнаступление под Харьковом и нормально побомбили Русню в Николаевской области. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Вы подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Мы с вами, это голос правды и армия на информационном фронте, который тоже очень важен. Поехали! И так, вчера стало известно об очередных успехах ВСУ на севере Харьковской области. Под Харьковом освобождены села Александровка, Федоровка, Шестакова, Украина. Перемога! Вот мне нравится, друзья, вот это два сочетания двух населенных пунктов. Украина, перемога! Ну вот, действительно, перемога, освободили и продолжают продвигаться. Очень интересные и важные новости, потому что это, с одной стороны, очень важно для Харькова. Оттесняют оккупантов от Харькова, чтобы они не могли обстреливать город из градов. Артиллерии не доставали уже до города. И это очень важно. Я делал видео о том, как пострадал Харьков. Кто не видел, посмотрите. Оставлю ссылку в описании. Ну, и после этого видео, еще, к сожалению, неоднократно были сильные обстрелы. Но вот сейчас наши ЗСУ их отдавливают, и это важно. Но это и важно и стратегически. Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что российские войска все больше превращаются в такую колбасу, которая тянется от российской границы к изюму и дальше. И, конечно, это делает их очень уязвимыми. Послушайте, что рассказал об этом контрнаступлении Алексей Арестович. В Востоке. Ну, давайте от побед зайдем, от позитива. Наши войска радостно продвигаются в сторону, скажем так деликатно, на север от Харьков. И освобождают. Освобождают. Второй, третий, четвертый, пятый населенный пол. Героический. Там кого-то даже, говорят, где-то зажали, перезажали. Захватили комплект техники. Но это все нуждается в страшном уточнении. Харьковом военные занимаются. Я на уровне военно-политическом могу сказать, что такие продвигаются. А еще они до этого двигались на восток от Харькова. Что совсем интересно. Что они там сейчас двигаются, непонятно совершенно. Но на север так и двигались. И это хорошо. Хоть где-то мы движемся. Ну вот. И еще Арестович раз говорит о том, что собственно на Изюмском направлении, которое собственно одно из ключевых сегодня, может быть даже самое ключевое для России сегодня. И туда не зря приезжал целый главный генерал Герасимов, начальник генштаба Российской Федерации. Потому что Шейгута это фанерный маршал. А Герасимов тут хотя бы, ну действительно генерал. Другое дело, что конечно урод, понятное дело. Но хотя бы генерал. Поэтому лучшего путинского генерала отправили в Изюм пробиваться. И он там оценивал обстановку, потом еле ноги оттуда унес. Но вот Арестович рассказывает, что и на Изюмском направлении, собственно говоря, особых успехов нет. Послушайте. Судя по всему, российское командование, по некоторым признакам, судя по всему, урезало опять, в очередной раз урезало Асетра. И хочет окружить рубежную в опасную Северодонецк. Это все. Потому что Изюм не очень получается. От Изюма не очень получается окружать. От Абдеевки вообще ничего не окружается, не продвигается. Поэтому большой треугольничек, рубежная Абдеевка и Барвинкова уже не очень окружили. В общем, у Путина поняли, что к 9 мая никаких больших побед не будет. И уже даже сначала они там все говорят, ну понятно, про Киев, Харьков, Одессу они забыли давно. Потом они хотели к 9 мая выйти на границы Донецко-Луганской областей. То есть захватить их полностью. И это провалилось. Теперь у них хотя бы они хотят дожать Луганскую область. Потому что там не так много осталось под контролем Украины. Это, собственно, Северодонецк и Лисичанск. Но и там у них, собственно, ничего особо не получается. И думаю, что и этого, в кавычках, успеха у них не будет. Поэтому вот они там так лютуют в Мариуполе. Потому что даже Мариуполь объявить о его полном захвате они не могут. Пока украинские герои контролируют Азов-Сталь. На самом деле, это стальные, да, полк Азов и Сталь. И такой Азов-Сталь. Настоящие это наши ребята там из Стали. Мы об этом немного говорили с вами здесь. Конечно, мы там все делаем, чтобы помочь. И поднимаем на всех уровнях этот вопрос. Это отдельная тема, чтобы их спасти. Но то, что это стальные ребята, это 100% настоящие герои. Вот, собственно говоря, такая ситуация на Восточном фронте. Интересно. Вышел также материал в иностранной прессе о том, выходит материал о том, как Украина очень умело, путем использования артиллерии, отдавливает россиян. И как раз приводится в пример Харьков. То, что я вам только что рассказал. Но не только одной артиллерии живы будем. Хотя артиллерия это очень важно. И уже я сам видел эти американские гаубицы М777. Ну, крутые. Одни из лучших в мире, реально. Вот, это реально крутая штука. Американцы помогают не только этим. Сейчас заработает уже ленд-лист. Есть и чувство юмора, и классный троллинг у американцев. Умеют. Они вот написали, как сейчас пишут американские журналисты, и, как сообщает Белый дом, 9 мая Байден подпишет закон о ленд-лизе. Друзья, знаете, не убавить, не прибавить. 9 мая. Красиво. Вот, идеально красиво. Пожалуйста, Путину на Красную площадь звездочку. Закон о ленд-лизе для Украины. Это означает против России. А ленд-лиз был против кого? Против немецких нацистов. А теперь против российских нацистов. Очень символично, очень красиво и очень важно. Потому что теперь оружие пойдет более активно. Например, такое важное оружие, как свитчблайды. Это такие дроны-камикадзе. Очень интересные и эффективные. И сейчас вот Пентагон уже заказывает новую партию для Украины. Посмотрите, как они работают. Примарный purpose of свитчблайды is to prosecute targets that have been identified in other body operators themselves or in other highest hardware. Очень классное оружие. И знаете, у российских пропагандистов сначала они рассказывают «Да ну эти дроны, это фигня вообще, ну что вы». Ничего, это еще было в начале апреля, а теперь, говорят, какое-то грозное оружие. Боже, что мы будем делать? Послушайте Скобееву. Приврали, конечно, немцы, американцы, как всегда, потому что свитчблайды – это не более чем летающая, управляемая, дистанционная граната. И, конечно, никакого ощутимого вреда танку или бронемашине причинить она не в состоянии. Ну и тем более в таком смехотворном количестве, как поставили США, 100 штук. Что же касается барражирующих боеприпасов, которые здесь назывались, это Phoenix Ghost, это Switchblade 300, Switchblade 600 – это действительно очень опасное оружие. Ну представьте себе, что он запускается, например, вот на кадрах показано от так называемого минометного старта с сжатым воздухом, запускается электромотор. От него он обладает очень малой отражающей поверхностью, не оставляет практически никакого теплового следа, применяется внезапно с высокой точностью по отдельно взятым машинам, бойцам, расчетам. Это действительно очень грозное оружие, и средств противодействия с ним пока не так уж и много. Ну вот так вот, поменялась уже совершенно песня, и оказывается, это грозное оружие. И что же мы будем делать? Ну и раз мы уже их коснулись, то, конечно, не могу не сказать, а все же они там озвучивают свои планы. У них там, хоть Жириновский уже на концерте Кобзона, очень внимательно слушает его, но еще не все сумасшедшие там. И, значит, у них на смену Жириновскому новый депутат от ЛДПР Журавлев. То, значит, просто призывает к геноциду украинцев открытую. Говорит, что в Украине 2 миллиона нацистов, и они должны либо уехать, либо их нужно деноцифицировать, ну то есть уничтожить. Послушайте этого идиота. Итого мы получим максимум 5% неизлечимых, в простом выражении, 2 миллиона человек, вот которые сейчас и готовы все это делать, которые готовы СС возрождать. Потому что АЗОВ это и есть фашистский СС, а ВСУ это вермахт. Ну это же очевидно так и происходит. Вот эти вот 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть деноцифицированы. То есть быть уничтожены. Не больше. Вот. Ну а пока они это все кричат, на самом деле, как мы и начали, наша пехота славная и все остальные рода войск и украинских сил обороны, они уже деноцифицировали 25 тысяч российских оккупантов. Вот 25 тысяч красивая цифра. И могут повторить ее еще раз, и еще раз, и еще раз, пока те, наконец, не поймут, что им нужно убираться из нашей страны немедленно. Друзья, вот такие вот новости были от ЗСУ. Кстати, очень хорошие еще и в Николаевской области успехи. Разбомбили там склад боеприпасов. Российские уничтожили 20 единиц техники. Это отдельное направление, которым я занимаюсь постоянно. В Николаев езжу, ну просто почти каждый день. Мы туда возим и воду для людей, и машины для наших бригад. И дрон вот только что тоже отвозили. И амуницию. В общем, все, чем можем, помогаем нашим защитникам на юге, потому что это тоже очень важное направление. Друзья, вы тоже можете ко всему этому присоединиться. Будьте с нами, Гончаренко-центры. Присоединяйтесь, помогайте вместе к победе. Держим строй. Слава Збройным Сылам Украины. Слава Украине.